Для того, чтобы понять, что будет происходить дальше, я хотел бы предложить отложить в сторону эмоции. Потому что сейчас мы будем говорить об очень серьезных вещах, и здесь эмоции нам будут только мешать. Значит, если можно, возьму ручку, будет проще рисовать. Что делают наши геополитические противники на протяжении многих столетий? У них есть определенная методика. Смотрите, 1949 год. Индия. Наших британских партнеров, благодаря победе Советского Союза во Второй мировой войне, выпихивают из Индии. Нет, понятно, что индийский народ тоже боролся за независимость, но он бы боролся еще 150 лет, если бы советские танки не вошли в Берлин. И, что более важно, советские танки не вошли бы в Северную Корею. И уже непосредственно, как говорится, в этом регионе начали присутствовать. В этой ситуации англичанам и всем остальным буржуям нужно было показывать, что они за свободу, за равенство забраться. Значит, они должны уйти из Индии. Что они делают, уходя? Они делят эту страну на две части. Создается Пакистан. Для тех, кто не знает, никогда в жизни никакого Пакистана не было. Это искусственно созданное государство. Название выдумали студенты-индусы, которые учились в Лондоне. Все, как обычно, в Лондоне. Значит, страну делят по религиозному признаку. Те, кто буддисты, не буддисты, индуисты, они должны в Индию, а те, кто мусульмане, должны в Пакистан. Соответственно, перемешивается население, трагедии. Что на самом деле делается? Индия и создается анти-индия. Под названием Пакистан. То есть, теряя контроль над территорией, они создают анти-территорию. Антитезис. И дальше стравливают их между собой, поддерживают террористические группировки, вызывают войны. Ну, вы видите, в Пакистане до сих пор какие-то эти самые, да? И в Индии тоже террористы, борцы за отделение каких-то штатов. Все это делают те, кто оттуда ушел. Значит, еще раз подчеркну, теряя территорию, контроль над ней, они создают анти-территорию. Индия, анти-индия. Тот же самый, 49-й год. Китай. Там идет гражданская война с 46-го года. В 45-м году выгнали японцев, годик посидели, поговорили и начали воевать. С 46-го по 49-й год. Три года гражданской войны. Советский Союз поддерживает Мао Цзэдуна, Запад поддерживает Чанкайши. Побеждает Мао Цзэдун. Что делают американцы и Запад? Создают анти-Китай. Эвакуируют остатки войск Чанкайши, прикрывают своим флотом и создают Тайвань. На острове Формоза. Китай, анти-Китай. Можно еще много примеров из истории найти, сейчас не будем удаляться. 2011 год Россия. Что они делают? Россия. Болотная площадь, Навальный, белые ленточки, шатание и разброд практически во всех парламентских партиях. Россия на грани государственного переворота. Все закончилось хорошо. Путин стал президентом. Они потеряли контроль над Россией. Что они делают? Они создают анти-Россию. Они создают антитезис. Где? На Украине. То есть, как только Путин стал президентом, им стало понятно, что не вызвать внутреннего взрыва, они взяли курс на создание анти-России, антитезиса на Украине. Но, как говорится, у них же все плановое хозяйство, несмотря на то, что они за невидимую руку рынка. Но, как известно, за невидимой рукой рынка должен быть невидимый кулак. И вот этим кулаком они собрались по Украине ударить к 2015 году. Весной должны были быть выборы плановые. Здесь уже мы ускорили этот процесс. Осенью Янукович не подписал этот договор. Завертелось. Государственный переворот. Вот почему они провели именно переворот такой кровавый, с нарушением Конституции. Им нужно создать антитезис. Тут же крики о том, что Россия виновата. Перспективы. Перспективы проглядываются вот из этих всех предыдущих вариантов. Создается антитезис. Его вооружают. Его накачивают деньгами. И в перспективе сталкивают. После государственного переворота на Украине, Украину начинают готовить к войне с Россией. Слабее Украина? Конечно слабее. Но это не крохотный Люксембург. Это, извините, там больше 40 миллионов граждан. Если их хорошенечко вооружить, накачать, может получиться очень даже замечательный для наших американских партнеров военный конфликт. И самое главное, надо понимать, ведь не нужно, чтобы Украина выиграла. Нужно, чтобы война началась. И для американцев, чем больше украинцев погибнет, и чем больше русских, так это им и нужно. Вот что они собираются делать. Значит, в этой ситуации, как Россия может предотвратить это развитие событий? Вот Украина. На Украине появляются силы, которые заявляют о том, что они не согласны с таким развитием событий. Появляется ДНР и ЛНР. Появляется, если хотите, анти-анти-Россия. Если они из Украины делали анти-Россию, то ДНР и ЛНР – это анти-анти-Россия. Та же схема. Та же схема. Но это появляется само. Вот в чем важно. Мы оказываем поддержку. Почему? Потому что до тех пор, пока ДНР и ЛНР находятся здесь, они сковывают Украину от развития вот этого сценария. Пока люди на Донбассе борются за свое видение развития Украины, невозможна война между Украиной и Россией. И обратите внимание, именно так все и развивается. Киевская власть кричит, что Россия напала, что Россия агрессор, что там российские войска. При этом военное положение не вводит, дипломатические отношения не развивает. И в соответствии, я не знаю даже с какой книгой, наверное, с Оуруэллом все-таки, у агрессора покупает электричество и уголь. Ну, представьте, что Советский Союз у Гитлера бы закупал уголь из русского бассейна во время войны. Ну, может такое быть? Нет. Вот что значит. Теперь отсюда выводы кое-какие напрашиваются. Я опять говорю, давайте эмоции в сторону. То есть, вот нужно понимать, если никак не препятствовать американским планам создания антироссии на Украине, американцы обязательно отравят ее на Россию. Обязательно. В совокупности с наступлением ИГИЛ через Афганистан и Среднюю Азию, это приведет к войне на два фронта. То же самое, что для нас делали в 30-е годы, когда с одной стороны Япония через Китай шла, да, там через Монголию практически, а с другой стороны Гитлера подводили к нашей границе. И Польша до самого последнего момента должна была быть его не врагом, а союзником в походе на Москву. Ну, там уже планы, что называется, поменялись. Поэтому любое, знаете, вот любят говорить, предательство ДНР и ЛНР. Если вы предаете ДНР и ЛНР, и это военным путем удается ликвидировать сопротивление, американский план вступает в действие. Падение Донецка и Луганска означает, я думаю, в перспективе 5 лет нападения на Россию. Или какой-нибудь конфликт, который там обязательно организуют. Повод есть. Вернем Крым, скажут нацисты. И Запад их в этом поддержит. Повод для войны у них есть. Поэтому Россия, исходя из просто своих собственных интересов, мы откладываем в сторону то, что присуще нашей цивилизации. Поддержка слабых соотечественников, русских своих них бросает. Вот просто сейчас все отложили в сторону. Вот голый прагматизм просто, исходя из этого, не может бросить на произвол судьбы Донецк и Луганск. А теперь еще один важный вопрос. Может ли Россия признать независимость этой территории? Опять, эмоции в сторону. Если это происходит, схема остается. Все, отрезали. Это отдельное государство. Мы с ними потом разберемся. А сначала вернем Крым. Сначала мы нанесем удар тому, кто, собственно говоря, причина всех бед у нас. Вот. То есть, как только ДНР и ЛНР отделяются от Украины, вся эта американская схема начинает опять работать. Поэтому ДНР и ЛНР, я рискую сказать непопулярную вещь, для интересов России, русского мира, всего, а у нас одни интересы, должна в той или иной степени находиться в составе Украины. Это гиря на ноге Украины, которая не дает втянуть Украину в войну с Россией. Вот отсюда заявление нашего министра иностранных дел, который говорит, что Россия выступает за территориальную целостность Украины, чтобы Донецк... Вот отсюда желание наше усадить за один стол. Ведь на самом деле у американцев не так все хорошо с экономикой. И в сегодняшней ситуации мы должны помогать Донецку и Луганску. Ну, сколько это? Это 2-3 миллиона человек. А американцы должны помогать всей оставшейся Украине. Это 40 миллионов человек. Вот о чем идет речь. Поэтому, когда вы понимаете, по каким правилам идет геополитическая игра, вы понимаете, что можно делать и что нет. А горячие головы у нас в Патриотическом фронте не понимают этого. В этом и разница между командиром подразделения, которому надо захватить какую-то высоту. Вот надо и все. И он идет и все. И полководцам, которому надо выиграть всю войну, а не эту высоту захватить. И в этой ситуации сегодня ДНР и ЛНР сражаются там не только за свою свободу. Они сражаются за жизни 40 миллионов украинцев, которые не понимают, что если падет ДНР и ЛНР, их втравят войну с Россией. И жертвы пойдут сотнями тысяч, если не миллионами. То есть сегодня в Донецке и Луганске сражаются за весь русский мир. И за Украину, и за Россию. Вот. Поэтому о каком-то предательстве просто речи идти не может. Это значит предать самих себя. Точно так же, как не воссоединить Крым с Россией, это было равноценно тому, чтобы Майдан через месяц, через два начался в Москве. Вот о чем идет речь. Поэтому каждый раз, когда мы хотим понять действия геополитических игроков, эмоции в сторону. Лукашенко прилетел в Киев. Сначала эмоции в сторону, потом оценивайте, почему он. Лукашенко сказал про доллар, эмоции в сторону, оценивайте поступки. Почему происходит что-то в Донецке и Луганске, вот если вы будете пытаться через эмоциональную сферу это понять, ни к чему хорошему это не приведет.